Военные бастуют. Сегодня часть служащих 24-й отдельной Яворовской механизированной бригады, передислоцируемой из зоны проведения АТО в Харьковскую область, устроили акцию протеста на железнодорожном вокзале Запорожья-1. Одно из основных требований солдат – ротация личного состава. Из Днепропетровска на переговоры с бойцами прибыл начальник штаба оперативного командования юг вооруженных сил Украины генерал-майор Сергей Няев. Подробности у наших респондентов. Кераматы, вещевые мешки и автоматы Калашникова с магазина. Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады расположились прямо на перроне Запорожского вокзала. Говорят, за дни пребывания в зоне АТО прошли все круги ада. Говорят, что мы не можем только обороняться, а не можем ити в атаку, а нас только колонны, которые ехали в первые гради, которые мы видели. Кажем, что эту колонну сепаратистов с кордона Росии перетинают. До нас говорят, что спостерегайте. Бойцы просят дать им отпуск. Это одно из основных требований. Уверена, они заслужили его. Требуют, чтобы вся бригада отправилась домой одновременно по месту постоянной прописки бригады. В Яворе, Львовской области. Измотанные боями военнослужащие не понимают, почему их отоправляют в Харьковскую область. Прибывший из Запорожья начальник штаба оперативного командования ЮГВС Украины разъясняет необходимость такого маршрута при дислокации и убеждает бойцов действовать по приказу. Уверяет, отправляется в Чугую вместе с бойцами. Я с вами сюда и иду. На вокзал приехали запорожские активисты. Говорят, связались с коллегами из Харьковского авто Майдана. Те проконтролируют Чугуеве выполнение обещаний данных сегодня. Активисты все там на месте. Все встретят вас. Сто процентов. В ранний раз вы верите? Им веры нет. Ну а нам-то вы верите? Мы же такие же, как и вы. Они встретят там. По закону другого нет варианта. К середине дня бойцы соглашаются отправиться в Чугуев, сдать технику и оружие на военную римбазу. После этого сегодняшняя отбыть на малую родину.